Всем огромный привет! И сегодня 11 день марафона по наведению порядка в доме и по расхламлению. И сегодня мы будем с вами расхламлять постельное белье. Это подушки, простынки, одеялки. Либо посмотрите, либо у вас это очень старое, что вам пора заменить. По-моему, насколько я знаю, подушки нужно менять каждые 5 лет. Посмотрите, скатерти, покрывала всякие разные. Может быть у вас есть реально где-то залежались такие покрывалки, скатерти, которыми вы реально просто не пользуетесь. И они просто хламятся у вас там где-то далеко в шкафчике. Также мы выкидываем сегодня обязательно все старые полотенца, которые уже такие и жесткие стали, и которые уже протерлись. Также мы обязательно выкидываем дырявое постельное белье, протертое и уже просто изношенное в хлам. Также посмотрите, может быть у вас где-то залежались ткани, которыми вы не пользуетесь и которые вряд ли уже пригодятся. Может быть вы покупали какие-то ткани для того, чтобы сшить себе одежду, но в итоге вы забросили эту идею, и эти ткани у вас лежат и пылятся на полочке. Поэтому тоже избавляйтесь от этого всего. Также не забудьте расхламить кухонные полотенчики. Посмотрите, может быть у вас реально залежались где-то старые, дырявые и грязные полотенчики, которые уже не отстирываются. Сегодня мы разбираем одеялки, постельное белье и подушки. Такие тряпки, полотенца, вот это все предстоит сегодня еще разобрать. Итак, вот смотрите, что я решила выкинуть. Старую одеялку Олеськину, она такая маленькая. Но я решила ее выкинуть, потому что она уже, ну и очень старая, и мы ей давно не пользовались. И вообще Олеська из нее уже выросла. Так что мы это, я это точнее отдам тоже волонтерам. Там я нашла объявление, кто вот эти все тряпки собирает. Это я все отдам, потому что реально жалко выкидывать. Тут есть некоторые еще нормальные вещи, может реально кому-то они пригодятся. Тут куча простынок, это еще мне мама отдавала, что-то от бабушек осталось. Потом вот эти пеленки я тоже нашла. Отдаю вот эти хорошенькие пеленки прям. Далее подушку я покупала вообще для рукоделия и фикс прайс. Мне оттуда нужен был наполнитель, но в итоге я забросила рукоделие. И я понимаю, что мне это больше не пригодится. Это лишняя, ненужная подушка, которая постоянно валяется везде. Мне этот хлам уже надоел, если честно, прям хочется избавиться. Тоже простынка какая-то ненужная тут. Далее старые полотенца. Они такие уже твердые стали, жесткие. Ну и просто вот нитки торчат. Короче, я решила, что это нужно выкинуть. Вот это, кстати, полотенце. Оно вроде нормальное, но не нравится оно мне вообще. Поэтому выкидываю наволочки тут всякие. Тоже простынки, пододеянники, пеленки и всякие ткани. И вот это все я отдам. И вот теперь в шкафу я оставила одну полку под полотенце и постельное белье. Я решила, что этого нам будет предостаточно. В итоге я все-таки оставила 4 комплекта постельного белья на нашу кровать большущую. И на Олесину я оставила 2 комплекта. Полотенчиков больших банных я оставила 5 штук. Вот эти вот хорошенькие, новенькие прям. И вот эти. Вот этот у нас прям пляжный на лето. Средних полотенчиков я решила оставить 10 штук. Это для рук, для лица, для ног. Ну и у меня там еще висят ванны сейчас. Так что вот так вот все аккуратненько я сложила. И я пока очень довольна результатом. Вот этот комплект, детскую кроватку я решила продать. Тут был дохин, который нам не пригодился. Что-то мы его не использовали. Также тут одеялко, бортики, бампера вот эти вот в кроватку. Простынка на резинке. И также еще есть у меня тут отдельный одеялок, который я тоже решила продать. И от всех участников марафона, как всегда, я жду ваши комментарии. Ваши фотографии. Напишите, что вы сегодня выкинули, от чего вы избавились. Ну а на этом все. Всем пока-пока. И до завтра. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok